Велика Рызница Здравствуйте, Александр. Плохое обслуживание? Позвоните Ольге Фреймут, попросите ее с ревизором приехать и проверить все, что происходит. Я не просто позвоню, я позову ее. У вас такой громкий голос? Да. А, Ольга же здесь. Ольга! Давайте поаплодируем Ольгу Фреймуту. Ольга, Ольга, идите там скорее. Здравствуйте, дорогая Ольга. Ах, как вы рады вас видеть. Берите микрофон. Саша, ты что осталось? Рассказывай. Что осталось? Я пришел до столовой. Да. Все. Вот такой раз. Сиев. Ольга уже... Сиев. Мэн принял и заказ. Я... Что я заказал? Я заказал в... картопли. Тришечки. Картопли, сало, томой, ярки, помидоры. Я сейчас объясню Ольге, что происходит. Александр вспоминает все украинские слова, которые он знает, и пытается из них составить предложение. Пытается как бы так... Ну, да, ну. Пытается как бы раз, 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 раз. Иван так и не выучил за три года большую разницу в Украине украинского рынка пытается свалить. Я все, я Ольгу понимаю. Я когда смотрю программы с Ольгой, я понимаю каждое слово. А знаете, что наикраще, что чоловики теперь до меня приходят по допомогу. От приходят такие, как Саша. От все же, бачу, вы могут не мужчина. А приходят взагалі такие великі. Кажут, Оля, захисти нас образили. От я стала такою Ксеною-принцесою воюня. Сашенька. Такая честь вас захистить. Действительно образили и действительно захищала? Пойдем, от да. Захищала на один раз. Багато закладов закрыто. Как, например? Ну, приведи приклад. Как, как, так? Так, так хорошо. Вы отвлекаете мне свою украинскую. Я буду розмовляти украинскую мову, чтобы Иван взагалі ничого не розумів. Ольга начнёт подбирать украинские слова. Нехай він падлюка подавиться, не знаю, ничого украинскую мову. Нехай йому греть. Москалюга. Чудернацький хлопчик. Ничого не розумів. Интересно, я вот думаю, странно. Вы говорите, люди хлопают. Странно, видимо, что-то случилось, может быть. Это успех просто. Думаю, что вы, неужели что-то, ну, остроумное вы ничего сказать, навряд ли бы смогли. Конечно. Думаю, видимо, люди хлопают просто, чтобы руки размять. А чтобы вас поддержать. Олечка, вы не с того человека, конечно, начали свою беседу. Но раз уж... Извините. Раз уж... Ну, знаете, есть такая пословица. Не пей воду из старого колодца. Або перед тем, як дарити собаку, дізнася, хто його сподрит. Это тоже очень известная пословица, одна из моих любимых. Да. У Ямасу знают, как моих любимых пословиц. Олечка, мы знаем прекрасно, что вы проехали с вашими дружками по всей Украине. Это кто дружки? А как это? Вот у меня написано, вот смотри, у меня есть досье, тут написано. Где? Вот, пожалуйста, при Тулыпе, да? Это не та программа, Ваня. Ну и что, я понимаю, что не та программа, ну и что, я про Кабриолета не могу сказать ничего. Можете. Вот, видите? Давайте про Ревизора говорить. Да не буду я про Ревизора говорить, про Ревизора мы сейчас посмотрим пародию. Я хотел как-то это всё связать красиво, чтобы Ольга поняла, что я не только слежу за Ревизором, но и за другими её программами. Дуже приятно. Я даже больше знаю, что Ольгину дочку зовут Злата, я знаю. Ой, спасибо, приятно. Да, а Саша называет Злата всё, что находится в его карманах, и это чисто. Всё, что находится в его карманах и во рту родственников Петти Чёрного. Всё это Злата. Друзья, ну вот сейчас после такого весёлого разогрева суставов... Давайте посмотрим пародию. Давай, да. Мы сейчас хотим вам показать пародию, чтобы вы так же весело посмеялись. Будьте любезны, откройте занавес, я прошу семерых лилипутов, которые у нас на занавесе варят. Вот же. Проходь ты, проходь ты, земное. Ох, Боже мой, дивитесь, какой безлад. А я вам нагадую, что это номер класса люкс, который стоит 3 тысячи долларов на день. Вы уявляете себе? Дивитесь, что это такое? Прохода нет. Дивитесь, прохода нет. А это что такое? Какое-то просто радло висит. Фу, такое вонючое. Фу. Я не уявляю, просто не уявляю, как тут могут жить найвплывающие бизнесмены нашей страны. Давайте зазирнемо туда. О, Боже мой. О, Боже мой, мамочка моя. О, Боже мой, Сашко. Ай, маморідно. Дивитесь, дивитесь, что тут случается. Я все зрозумела, я все зрозумела, что тут случилось. То это они. Дизнались, что до них едет программа «Ревизор». И начали терминовую санитарную обработку тут делать. А смотрите на это. А это, может быть, смотрите. Оливец от Тарганев. Конечно. Боже, какие люди, вы видите, какие у нас люди. Я Тарганев очень боюсь. Поэтому сегодня я буду спать тут. А это первый темный ресторан в Донецке. Фишка этого заклада в том, что все клиенты обслуговываются в полной темряве. Но я знаю, что в темряве очень просто сховать бруд. Так это не проблема. У моего оператора Сашка есть такой, знаете, лихтарик на камере. Понимаете? Поэтому мы с вами сможем просто проверить этот заклад на чистоту. Смотрите. Смотрите, какой жар. Боже. Такий бруд. Видите, такой бруд на стенах. Это просто жахливо. А вот я официант. Добрый день. Мне, пожалуйста, один безалкогольный мохито. Если у вас есть, конечно. Какой *** мохито? Какой *** тебя вообще в шахту пустил? Что такое? Давай *** отсюда быстрее, пока палкой по башке не вернула. А сейчас мы находимся в буфете театру «Ляльок». Что до меня, то я в первом таком закладе. Но я уже взяла свои рукавички. И сейчас мы проверим, насколько тут чисто. Аааа! Что это ***? Стояние, 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 шум. А сейчас мы находимся за межами Украины. Но, как вы помните, охранцы и официанты посылали меня и подалее. Вот посмотрите, там на ресепшене просто спит какой-то мужчина. Это такое нахабство. Я вижу такое впервые. Но ничего. Я попробую его разбудить. Девушка, немедленно покиньте мавзолей. А что такое? А кто вы такой вообще? Я сказал, немедленно покиньте мавзолей. Что вы начипаете? Мужчина, что вы начипаете? Я журналист, я леди. Подивите на меня, я жинка. Ааа, как болят, болят, что вы роботы. Сашка, я снимаю, как ты нахаба зеной поводится. Девушка, да вам самой хорошим манерам еще учиться, учиться и учиться. Ах, и кто это сказал? Вон. Так, я сказал, убрал камеру. Вот же, нарешт. Такий светлесенький, такий тихесенький номерочек. Мені дуже подобається. Интерьер простий, та поруч мене багато сусідів. Але мені подобається. Отже, программа «Ревізор» та «Ольга Фреймут» рекомендує цей заклад. У-ху! Мужчина! Мужчина! Не чую. Сергію, я побачаюся. Ольга Фреймут, «Ревізор», мы рекомендуемо ваш заклад. Не чую. Ну, добре. Напевно, спить. Отже, до побачення. Боже, як тут красиво. Ви не повірите, але ці ворота зроблені з чистого золота. Мені дуже коротить потрапити туди, але чомусь мене не пускають. Шановні, а чи знаєте ви, що ви порушуєте закон України? Знаєте ви це? Я журналіст, і в мене є посвідчення. Зараз я вам покажу. В мене є. Дивіться. Це довідка від нарколога. Поїжджний на метро. А свидетельство о смерти у тебе є? Звичайно, ні. Так да рано тебе іще, дитя моє. Рано. Ну і добре. Побачимось з вами у суді. Сюда нікому не збігать, дитя моє. Якісь дивні люди в нас, так? Сашко, а ти відчуваєш, який запах, наче смаженим пахне. Дивись сюди. Дивись, там внизу, напевно, шашлична якась. Ходімо зі мною. Ходімо туди, і ми точно повинні потрапити. Сашко, зі мною. А Ольга-то у нас гасяк, все це смотрела. Ольга, дорогая, ну вот как, ну вот как, ну вот как вот вы на це решились? Вот вы єдьте, извините меня. Це ж опасно. Ну, действительно, це опасно. Это вы ходите по краю, по обриву, над пропастью, в якій кишат бактерії і антисанитарія. Як це? Ну хтось мав цим зайнятося, я на себе взяла цю функцію. Мені подобається, проблеми збуджують, Україна змінюється, все йде по плану. А была какая-нибудь самая опасна ревізія? Ну такая, с кримінальним розвитіем. Так, я висіла на шею одного мужчину, вирішила. Це все стійся дуже швидко. Тобто тільки мені відмовляють, у мене спротив. Я вийшу в охоронця на спині, і тут мене вже шеф-редактор, она вже вже знімає. Я розумію, що трошки перейшла межу. Давайте на Олі, ну це просто правда, вот такое важное дело. Кстати, вот як би ви оцінили, вот вообще, вот нашу студію, ну тут беговим взглядом. На ваш взгляд, здесь соблюдены, как би, нормы. І прежде я хочу осмотреть, просто так, іздалека Александра, все ли у нього з гигіеною і з... Я абсолютно чітко на вас дивлюсь, я хочу сказати, що ревізор рекомендую вас двох. Ви нормальні, все вас добре, запах хороший, зовнішній вигляд прекрасний. Це абсолютно може, ну, відповідає найвищим категоріям. Так що не хвалюйтесь, вас все добре. Олечка, спасибо вам огромное. Це хорошая, финальная точка нашого разговору. Ми желаємо вам удачі в вашем нелегком теле. І я вам теж бажаю все найкраще. І охрана, будь вас. Ольга Фреймова. Спасибо.